Дагестан – центр притяжения и интереса. Регион принимает участие в Петербургском международном форуме и наш стенд, который в этом году в стиле стекелянового леса, по традиции гостеприимно принимает участников. Дагестанская делегация в ожидании важных соглашений и договоренностей в форуме принимает участие 139 стран и 89 регионов России. В Петербург съехались руководители субъектов, представители бизнеса, профильные министерства и эксперты. Это одна большая дружная семья, которая трудится для экономического благополучия страны. Подробнее Любава Маслова. 139 стран и 89 регионов России на Петербургском международном экономическом форуме у каждого свой стенд. Здесь собрались руководители субъектов, бизнес-сообщества, эксперты и профильные министры. Одна большая дружная семья, которая трудится для экономического благополучия страны. Тема семьи ключевая в оформлении дагестанского стенда. Две сложенные ладони держат экран в форме сердца, на котором трогательные кадры – дагестанцы в кругу родных и близких. Наверное, одной из самых важных и ярких деталей нашей экспозиции является арт-объект, который мы назвали «Доброе сердце». На этом экране мы показываем обычных дагестанцев, которые проявили мужество, храбрость, героизм. Рассказываем о дагестанских семьях и в общем о семейных традициях и ценностях. Земля – наш общий дом. Еще одна важная тема, на которую говорят дагестанцы сегодня – сохранение окружающей среды и бережное к ней отношение. Часть стенда переносит гостей в реликтовый самурский лес, единственный на территории России. Мы лично здесь стоим для того, чтобы передать культуру нашей республике, посредством наших костюмов, возможно, каких-то интересных историй. А также здесь, где мы сейчас находимся, это, грубо говоря, маленький экспонат нашего субтропического леса. «Спрашивают, какой именно национальности костюм. Мы стараемся отвечать, что это интернациональный вариант, но мой костюм, например, ближе к Кумыкскому. У моего коллеги какой интернациональный вариант?» Первый день для республики продуктивный. Премьер-министр встретился с представителями компании Unigreen Energy, говорили о проектах в сфере возобновляемой энергетики, уже реализованных в Дагестане и планах на будущее. «Самая главная цель – побольше привлечь инвестиций, привлекать инвесторов Республики Дагестан для последующего развития экономики нашей республики. И мы обсуждали вопрос продолжения строительства солнечных электростанций на территории Республики Дагестан. В прошлом году запущен был один такой проект в городе Южно-Сухаком. Сейчас началось строительство второго объекта на территории Ногайского района. Мы все прекрасно знаем до дистанции, что у нас своих мощностей электроэнергии не хватает». Свыше 18 тысяч человек ПМФ собирает гостей в 27-й раз и традиционно в стране гор повышенное внимание. Интерактивная панель рассказывает о прорывных проектах, успехах в туризме, промышленности и экономике. «Остеприемность очень. Люди, которые работают через сердце. И, конечно, я сам православный, но ислам – это тоже вера, которую я очень уважаю. Россия – это страна традиций, и поэтому Россия и Дагестан абсолютно тоже Дагестан и так далее. Это страна, где есть будущее». «Рады за Дагестан, что Дагестан, в частности, в Дагестане развивается туризм. И он развивается интенсивно, в отличие от других регионов. Вот это радует». Инвестиции, инновации, IT, транспорт на площадке форума. Многие регионы уже в первый день подписали ряд соглашений. Первый день форума завершен. Уже завтра состоится ряд важных соглашений для региона со СБЕРом, частью утилизации твердых бытовых отходов с Росморричфлотом, МГИМО и другими организациями. Следите за развитием событий вместе с нами. Любовь Маслова, Саид Кутиев, Время новостей, Санкт-Петербург. Субтитры делал DimaTorzok